добрый день дорогие друзья уважаемые гости канала приветствую вас всех одни розы в саду отцвели я их уже практически обрезала вот так выглядит мой внутренний дворик газон окруженные розами как вы видите здесь немножко пустовато но с другой стороны есть розы которые вот зацвели только сейчас в конце июля так выглядит клумба с очитками астрами и ирисами вот так она ждет своего осеннего цветения на эту клумбу я высаживала три розы эмильен ги и для них оставляла место чтобы они подросли вот они уже и подросли и цветут в начале роспуска цветки эмильен ги и красно-алые по мере раскрывания середина цветка приобретает оранжево-лососевый оттенок лепестки по краю становятся более розовые цветок густо махровый плоский заказывала в кусты роз рф так что на следующий год в середине этой клумбы будет такой наверно красивая ярко-оранжево-красное кольцо на фоне сливочных очитков именно вот в это время они цветут думаю что на следующий год и я увижу и вы это клумба с вигелами вигелы буквально вот 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 только они отцвели даже пока что на них есть последние цветочки на этой же клумбе цветет роза версании сажала в этом году получала из центра садовод толятти только-только она у меня начало расти и цвести до этого здесь были пионы а если идет конкуренция то то растение которое меньше ростом всегда задерживается в развитии поэтому версания вот только цветет вокруг сейчас свободно я думаю она вырастет наберет со сил и на следующий год кустик будет побольше и это вот ее новый вот базальный побег вот он цветки у версании густо махровые розово-лососевое и в зависимости от того как падает солнце посмотрите как играет оттенок этих цветов очень красивая роза здесь цветет вот такой чудесный темный лилейник вот такого цвета клумбу наверно вот концу цветения лилейников буду обновлять буду делить лилейники и немножко рассажу их по-другому распустилась очень красивая лилия сорт кога лето в этом году у меня лилии особенно высокие наверное это из-за конкуренции на клумбе каждый тянется к свету к окончанию цветения лилий буду все рассаживать чтобы не было вот такого высокого конгломерата посередине клумбы даже не посередине а с правой стороны это вигела red prince и последние на ней тоже цветочки тоже красиво цвела многие свои клумбы я с розами уже обрезала привела в порядок здесь есть у меня такая небольшая потайная клумба как я называю сразу вас дорожки и не видно она перед вами здесь в основном высажены чайной гибридные розы и розы флорибунда и бордюром высажена хоста волвера небольшая маленькая хоста очень декоративная и красиво смотрится в бордюре вот такие здесь розочки уже обрезала а чайные гибридные розы они любят чтобы их вовремя обрезали чтобы цвести дальше поляр штерн полярная звезда вот эта роза название здесь всех роз и не знаю но вот покажу здесь вот этот вам розари многие розы попались сюда пересортом я покупала чайные гибридные розы чтобы вот отдельно их посадить и не все они соответствовали названием здесь есть роза big purple и вот есть одна роза название который к сожалению не сохранила это тоже чайно-гибридная вот такой красивый у нее бутон и вот так она выглядит в полном распуске чайно-гибридные розы я как только немножко вот распускается как только что вам показала я обычно срезаю кому-нибудь дарю и стараюсь чтобы на чайно-гибридных розах распустившие цветки долго не оставались и здесь вот роза карманьон вот цветет очень красивая роза она бывает полностью усыпана цветочками ну вот оказалась она здесь пока я не придумала для нее место куда мне ее пересадить чтобы она у меня была на клумбе 1 на центральной клумбе сада в окружении шаровидной туи мире цветет прекрасная почвопокровная роза си фоум си фоум всегда цвела очень поздно это получалось где-то начало июля а в этом году так как была весна поздняя она зацвела еще позже и именно сейчас сегодня 26 июля она в разгаре своего цветения и вот так красиво она окаймляет вот этот небольшой газон в этом году я вокруг этой клумбы на передний план сажала алису чтобы тут извиняюсь чтобы до того времени как расцвела си фоум было было красивое обробление вокруг газона алису и сейчас продолжает цвести петуни еще сажала и они выглядывают сейчас вам покажу си фоум поближе относится она к шрабам дает очень длинные плети где-то до полтора метра если есть желание из нее даже можно сформировать небольшую плетистую розу так хотела вам показать плети си фоум которые даже вот лежат на форзиции вот посмотрите как какой вот длинный по веку си фоум и пошел он вверх так и остался лежать на форзиции я уже не стала трогать обычно кусты си фоум бывает чуточку выше не так сильно ложатся на землю но вот после дождей после дождей так как очень соцветиях много цветочков ветки становятся тяжелыми то плети си фоум полностью вот ложатся на землю настоящая почва покровная роза и были долгие дожди немножко вот от дождей попортились петуни алисум все также продолжает цвести очень приятный аромат вот я вижу что хризантемы уже здесь подросли я хочу вам найти красивое соцветие си фоум и показать давайте вот вот здесь уже и отсветшие цветочки и те которые распустились и бутоны в начале распуска си фоум она розовая середка у нее середина цветка розово и потом потихонечку она становится молочного цвета и в конце абсолютно белая си фоум это роза которая создана для сухой солнечной погоды и в этом году в принципе погода такая благоприятная вот такие широкие раскидистые кустики сажала я на дистанции 90 сантиметров здесь вот 4 1 2 до 3 4 куста и вот так ветки си фоум между собой перекрещиваются вот посвежие соцветия цветет также здесь вот роза заказывала я west point но оказалось что это i paint вот такая розочка вот она даже среди петуни и и не сразу не разглядеть сифом это морозоустойчивая роза на зиму я обрезаю все эти побеги где-то оставляю длиной 50 сантиметров зимует без укрытия при похолодании цветки уси фоум приобретают более такой розовый оттенок выглядят более розовыми даже без цветков как там когда я вот после цветения обрезаю сифоум то кустики очень красиво смотрится за счет ее такой красивой мелкой декоративной листвы и в осеннее время листья становятся такими бордово-красными и очень украшают клумбу и если вы ищете почвопокровную розу которая бы свела очень обильно и именно была бордюром вдоль газона вот сифоум это самая подходящая роза до свидания дорогие друзья до новых встреч всегда вас рада видеть саду не забывайте заходите в гости в гости